господи иисусе христе сыне божий помилуй меня грешно номер 569 события дня 1 коринфянам 922 для всех я сделался всем чтобы спасти по крайней мере некоторых за 4 июля 2017 года события дня последствия бури тут еще продолжали устранять что интересно вчера подметил посмотрел поврежденные деревья там переломлены перегородили дорогу как раз тех местах которые как бы отдаленно от зданий у нас светлу переломила и березу вот это ведь и разные какие около глушковок тополь вырвала с корнем небольшие ну и клен там у коров и все разные главное по четыре порода деревьев как-то то выборочно сделал вчера еще надежда васильной говорила мчс предупреждает еще больше буря будет два дня не знаю так ли это будет виктор ездил там издавать анализы на учителя в город на своей газели вернулся и утром рано роман малыш поехал в корщину на станцию встречать к нам приехал владимир галендухин и с ним мальчик 11 лет егор 2 так зовем его войдем пошли на разная работа все мамы остались я остался коля самый такой никчемный можно сказать ничего не делает и все такое у него всегда замечание ему и у него просто от природы не хватает войти в русла жизни и вчера остались пилить и вчера он как кто подменил мальчишку вот эти как каждый день нападает а вот не так воспитывайте а как если ребенок просто как аутизм он ничего не может делать не понимает уже сразу забывает и друг вчера работает и старается я беру большое там длинная слега на распил он старается помочь просто совершенно другой человек я это выделил показал приехал к вечеру игорь барабаш и привез нестора дробота ну тут какая у них встреча друзья и все это заснято будет было и показано может дней через 7 10 это таком вот так не примерно а я взял этих ребята мы столько с ними напилили тут вручную и пошли за лопату велосипед поехали где овцы проходят а овцы это ценность их шерсть и она забита вся репьям и мы уничтожили то есть я подрезаю чуть маленькой ниже поверхности земли лопаты у него корень глубокий конца не найдешь всегда пышно цветет лопух репей я думаю что если бы считали несколько сот сотни четыре корней это столько раз мне пришлось давить и срывается до сапог дырявый думал стоплю переломил так больно было а вещам тут устроили они футбол играть перед перед дома скосили трава не по ней поскошим поскошенному вот наталья заявляет черного что через неделю уезжать поговорил зачем же связываете себя обещаниями билет обратно взял ты нужна здесь и мальчику твоему полезно или и быть но так вот уже все сделано показываем что нам жалко расставаться с ними еще время есть подъезжают люди вчера не приехал сергей пупков а сегодня не знаем сумеет ли он пройти а там приехал к крещению готовится из италии из италии у нас не было с франции из германии другие государства приезжали люди было а вот здесь как будто такого не было еще посмотрим сегодня события все наполненное трудом молитвы тем что есть такая простая обыденной тоже время для городского жителя это необычная жизнь молиться уже в комнате трудно помещаться народу вынесли на улицу молитву утром утром в обед вечером но вечером когда уже на сон грядущим тогда считают внутри помещения потому что на улице уже комар появляется но все наши и события показать можно ресурсы наши каждый раз мы это делаем показываем самое первое это мой мир вот она как вы еде в шапке а где с голубем то не надо трогать смотреть все что сегодня выставил 10 роликов 10 вчера 13 на нашем канале а потом переношу мой мир она переносится но не все отображается но она как бы скрытое но она есть не знаю почему трудно выислить какие пропуски начинаешь заполнять это повторно идет неудобства один словом выразишь второе это наш православный форум очень хороший 1607 легко искать ну видно профессионально составлено вот и вот православный видеоканал открытым оком вот 10 мы поставили только что поставили только минут назад совсем мало просмотров наши клиенты спят но где-то 6 а вот пора браться за дело даже 17 17 15 раз все снимаем кому-то интересно кто-то приходит смотрит это наш канал и православный библейский сайт и православный библейский сайт вот это ценность самая 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 ценная это 4124 ответа по темам 55 тем и вот сейчас тема у меня идет внутренний мир человека несколько вопросов можно разобрать которые отвечал в университетах вопрос 222 первый том открытым оком как сохранить дар духа святого после крещения вопросы какие сильные ответ познав что нужно иметь правильное полное крещение с троекратным погружением в воде для прощения грехов и приняв его очень многие на этом останавливаются не знаю что же делать дальше а нужно было еще до крещение этот вопрос поставить во главу жизни как развить таланты то есть в наличии то есть а что есть наличие то есть определить свое духовное состояние прежде чем давать приращение талантом нужно их хорошо рассмотреть матфея 13 52 уже сказал им поэтому всякий книжек научный царству небесному подобен хозяину который выносит из сокровищницы своей новой старое иные дары бросаются в глаза и очевидны для всех а иные нужно выявлять раскопать как тлеющая уголек и раздувать их в пламя главное дары это любовь сострадание отвержение самого себя страх божий с первого же дня нужно определить маяк слова божие и абсолютно все рассматривать во свете святой библии ищи хорошего духовного руководителя смотри нашу книгу к истинному православию глава отцы и дети самое ценное это определение душ для христа этим определяется все о том чтобы прятаться в пустыне в дупле совершенствуя самого себя об этом нет даже мизерного намека в библии умножение дара духа святого таланта возможно только в миру и она 17 15 не молю чтобы ты взял их из мира но чтобы сохранил их от зла где в мире и вопрос 223 как узнать в боге ли ты живешь первый том открытым оком ответ имей хороших духовных друзей глубоко верующих и старше себя возрастом замечая какие тебе делают замечания близкие люди и на что ты обижаешься почти всегда это путь к узнаванию себя ставь всегда при определенную цель ближайшую среднюю и дальнюю и во всем находя образец к подражанию обязательно веди дневник духовного состояния радости во христе как часто тебя судит совесть за то что говоришь и не делаешь если отклик на твою жизнь и слова в ближайших тебе братьях и в тех кто еще за пределами церкви получал ли дважды замещание за одно и то же это очень плохо и он златоус советует ставить цель понедельно и закончив с одним недостатком страстью закрепить это переходя к другому самый сильный враг в духовном росте это самость эгоизм обида христианин не только не может порождать конфликтную ситуацию но должен уметь выходить из нее и впредь не допускать филиппистам 47 мир божий который превыше всякого ума соблюдет сердца ваши и помышления вашего христе иисусе 1 коринфянам 1024 никто не ищи своего но каждой пользы другого вопрос 224 как человеку верующим во христа узнать свое призвание на что призвал его господь проповедовать ли принять и сам уйти в монашество жить в миру по каким признакам это определяется ответ этот вопрос задавали апостолу павлу 1 коринфянам 77 ибо желаю чтобы все люди были как и я но каждый имеет свое дарование от бога один так другой иначе 1 коринфянам 12 14 главы дают расклад основных даров талантов церкви как и при выборе специальности нужно учитывать наклонность ребенка тяга к какому-то делу так и в духовном плане свидетельство о христе не есть особый дар но всеобщий как дыхание и еда есть на территории россии ныне еврейская организация в нср под руководством организации сохнут израильского конец это она они набирают на территории россии людей которые помогали бы евреям выезжать на их историческую родину эти волонтеры дают обещание в истинном виде не свидетельствовать репатриарх там о христе а цитировать только тору вот как это выглядит на их сайте в интернете корреспондент насколько мне известна организация не может заниматься миссионерской деятельностью вы говорите слово больше цитирует тору ветхий завет деда я не знаю видимо это димитрий это митя у нас тут был один туда вступил отступник еретик он говорит у нас есть организация ограничения вот которые связаны с обещанием к нас это израиля с лидера фонда густава шеллера во время его выступления в парламенте было взято обещание что представители в нср не будут обращать евреев христианство мы исполняем это обещание и непосредственно миссионерской деятельности не занимаемся и конечно цитируем историю одна спрашивает обращает дмитрий дружинину помнишь кто-то сказал что мы проповедуем больше делами эти люди называющие себя христианами уже при мирной жизни без гонения отреклись от свидетельства о христе отвечаю я за щечевичную похлебку продали свое первородство жидовские шестерки это христопродавство завелось на русской земле они набирают пушечное мясо для воцарения антихриста там нужно глушить арабов там нужно подготавливать приход сатаны в образе человека и они помогают за огромные деньги вывозят этот товар в кавычках в израиль матфея 24 5 414 и проповедано будет сие евангелие царствие по всей вселенной во свете со всем народом и тогда придет конец то есть они выпали из этого утробы и ленивые что интересно у нас был ну точно так а так как резиновая баба вот продают до всех шопе такая страсть от рыхлый такой делается человек и но ничего не делает выискивать где-то полукровки какие-то есть историю будет говорить ну то есть жидовские прихвостни лука 95 а если где не примут вас то выходя из того города трясите прах и прах от ног ваших вас свидетельства на них какой прах день и примут когда дали обещание и их руководитель дал не говорить о христе не переводить к христу я на 1527 а также и вы будете свидетельствовать потому что вы сначала со мной свидетельствовать а эти христопродавцы нет вот это д.д. д.с. диане 4 33 апостолы же с великой силой свидетельствовали о воскресении господа иисуса христа и великая благодать была на всех их хотя без благодатное сборище лишь бы их кормили за жратву все продадут не за дорого продаться родину и мать как раз ул гамзатов пишет 2 тимофея 1 8 итак не стыдись свидетельства господа нашего иисуса христа ни меня узника его но страдай с благовестием христовым силою бога это невозрожденные люди идут туда этот человек жил у нас принимал крещение и туда потянулся здесь ничем не мог заниматься обманывали государство взяли деньги подъемная ничего не сделали все бросили деньги прожирали и все отец тут всякую пакость творил подполковник милиции достойны подражания негодяи целыми днями шлялись тут выискивали компромат писали в прокуратуру прокуратура никаких мер не принимала видишь дуралома ничего нету и были у нас и ушли ушли и вот так сейчас мотаются по помойкам в суде выступал против против меня поганцы как интересно один шаг только сделать в сторону от христа и все не работает это все из-за того что работать не хотели им нужно сдавать было вырастил морковку мешок там и повез сдавать государству ой 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 такую подлянку устраивали тут но все рассыпалось и ничего нет забыто как будто никогда и не было и ими стерто не стыдись свидетельства господа нашего иисуса христа дни меня узника его но страдая с благовестием христовым силой бога и разная организация куда-то вступает и здесь тоже был спрашивает а какая вот польза вступить вот люди там заботятся о природе куда-то и в самом деле вступил кто-то ободрал ветлину повалили и он сразу не может ли куда-то сообщить вот об этом лежит дерево в воде он будет сообщать где-то засохшие то есть там видимо платят грин-приз этот пропасть о христе свидетельства о нем это не просто дар а первейший признак жизни благодарности богу забота о своей вечности марка 13 9 но вы смотрите за собою ибо вас будут предавать в судилище и бить синагогах и перед правителями и царями поставят вас за меня для свидетельства перед ними деяния 1042 еще интересно то они находят предателей таких предатели прям настоящий были здесь всякую гадость сделали измены нарушение 7 заповеди разврат самый прозаический плотской и вот они их набирают таких и они там а здесь швандеры работают и он повелел нам проповедовать людям и свидетельствовать что он есть по определенной от бога судья живых и мертвых деяния 1042 повелел они подписали никому не говорите ну кто они такие христианами себя считают и вы не баптисты пошли которые ближе сегодня в литеране а еще более удаленные секты ереси он не понимает что это ересь какая-то кривица в суде выступает против но когда спросила там она судилась основа если я вот скажу что лапкину то другое он говорит нет он просто так вам этого не оставит если хотите иметь большие неприятности но выступаете ирина там была такая на лестничной площадке ну сказать что дети у меня мальчики девочки спят вместе у него сработало здесь уже он получил и по затылку и в брюхо ему ткнули он еще физиономия не может в норму привести и он ее предупредил к нет афанасьева позаботься о себе деяние 26 22 но получив помощь от бога я до сегодня остаюсь свидетельством малому и великому ничего не говоря кроме того о чем пророки и моисей говорили что это будет павел нигде для израиля не собирал людей за подписку что не будет говорить а ему бы давали есть но за жретву все продали 1 я на 4 14 и мы видели свидетельствуем что отец послал сына спасителем миру матфея 10 33 а кто отречется от меня перед людьми отрекусь от того и я перед отцом моим небесным то есть они пакли под котлом в аду филиппийцын 2 11 всякий язык исповедал что господь иисус христос в славу бога отца всякий язык евреям 10 23 будем держаться исповедание упование неуклонно ибо верен обещавший то есть надо исповедовать говорить и особенно нужно свидетельствовать евреям а не прятаться за добрые дела ибо вера от слышания а тут а дела больше дела говорят а дела так как раз и говорят что предатели гнусные презренные отребья земли римлянам 9 и 1 5 истинно говорю о христе не лгу свидетельствует мне совесть моя в духе святом что великой для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему я желал бы сам быть отлученным от христа за братьев моих родных мне по плоти то есть израильтян которым принадлежит усыновление и слава и заветы и законоположение богослужение и обетование их и осы и от них христос по плоти сущий над всем бог благословенные во веки аминь христос бог все еще доказывают то сущий над всем бог вот всем этим иеговистам свидетелям иеговы мы должны быть все благодарны евреям за слово божие обязательно свидетельствовать им о христе дать им евангелие благодать и а не отрекаться от свидетельства им о великом даре евреям 12 16 чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца который бы как и сам за одну снеть отказался от своего первородства что касается таланта монашество то об этом нет ни слова не в новом не ветхом завете говорится лишь только о том что неженатому легче спастись и посвятить себя целиком на служение год христу в этом вопросе так далеко ушли в обратном направлении от заповеди христа идти в мир и проповедовать что для православных кажется странным и неприемлемым даже и мысль расстаться с монастырями христос оставил вместо себя другого утешителя духа святого и дух святой двигал святыми мужами и изрек волю божию для людей вот мы видим это первое второе петра 1 21 ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой но изрекали его святые божии человеки будущий движимы духом святым смысл монастырей не столько не только не евангельские а прямо анти евангельские задние эти слова сказавшего это подвергнуть обструкции обклеют ярлыками и прозвищами как чемодан из заграничной командировки но достащимая преосвященная преподобная покажите хотя бы одну строчку подтверждающую необходимость строительства 1275 монастырей в россии перед революцией просидели за высокими монастырскими стенами проспали революцию к народу пошли копеечные листовки и речи народовольцев проанализируйте причину катастрофы русской церкви монархии и ли все виноваты только жиды и масоны а мы ни при чем вот вопрос на этом наверное сегодня можно сказать все